Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время у нас находится с подтверждённым диагнозом 5 человек. Оперативная информация об эпидемиологической обстановке в Десногорске от представителя городской медсанчасти. Для того, чтобы ослаблять режим самоизоляции и ограничений, нам необходимо подождать ещё минимум 2 недели. Очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 28 апреля под председательством главы города Андрея Шубина. На повестке дня – работа городских организаций в условиях пандемии коронавируса. Подробности далее. О работе действующего госпиталя на территории медсанчасти номер 135 сообщил исполняющий обязанности руководителя учреждения Анатолий Буянов. В настоящее время у нас находится с подтверждённым диагнозом 5 человек, 5 больных вернее, и остальные у нас с двухсторонними пневмониями. Все пневмонии – лёгкие формы. Продолжают свою работу и блокпосты на въезде в город. За всё время до осмотра водителей и пассажиров в Десногорск не было допущено более 90 автомобилей. В основном – это жители Москвы и Смоленска. Встречаются и гости, отличающиеся настойчивостью. Граждане, где дороги перекапаны, так и ищут лазейки. Объезжаем к ежедневным, проводим мероприятия, подключаем технику, которая перекапывает, закапывает, где-то засыпает, но проблема такая имеется. Дисциплина не всегда безупречна и в самом Десногорске. Результат – уборки и дезинфекции, которые проводят коммунальные службы, в некоторых подъездах крайне мимолетные. А ведь жильцам достаточно пользоваться мусорным ведром. Я проходил, проверял подъезды. Пройду – убрали. Проходит полчаса, но зато, если сможешь, опять валяется мусор, люди идут с салфетками, теми же, которые открывают входные группы, тут же сразу на месте бросают. В целом, обстановка в городе спокойна. В муниципалитете продолжает действовать повышенный режим эпидемической готовности, соблюдать который граждан призывают и в предстоящие майские праздники. Олег Соловьев, Юлия Особолева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил представитель медсанчасти номер 135, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 28 апреля 2020 года у граждан, проживающих на территории нашего города и работающих в организациях обслуживаемых ФМБ России, зарегистрировано 14 положительных результатов в выявлении РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Со средины марта под медицинским наблюдением находилось 196 граждан, вернувшихся на территорию города из стран, где регистрировалась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а также 59 человек из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также под наблюдением находилось 62 человека, контактировавших с прибывшими. В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 24 человека, а также 17 человек из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также под наблюдением находятся 14 человек, контактировавших с прибывшими. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию с начала апреля в медсанчасть 135 ФМБ России были госпитализированы 47 человек. Из них трое переведены на лечение в КБ номер 1 города Смоленска, один в клиническую больницу в Москву, четыре проходят лечение на дому. Выписано с выздоровлением 15 человек. В настоящий момент на госпитализации с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в медико-санитарной части номер 135 находится 32 человека. Взято всего Москова для исследования на коронавирусную инфекцию у 1530 человек среди обслуживаемого населения. Из них у работников Смоленской атомной станции 1200. Эти анализы направлены на выявление РНК SARS-CoV-2 в отделение особо опасных инфекций в лаборатории ПЦР, в микробиологическую лабораторию Роспотребнадзора города Москвы, в лабораторию клинической больницы номер 5 ФМБ 85 ФМБ России. Медико-санитарная часть номер 135 ФМБ России полностью обеспечена врачебными кадрами средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты. В заключении нашего небольшого интервью я бы хотел обратиться к жителям города с настоятельной просьбой. Не обольщаться информацией о том, что вспышка или эпидемия пошла на вспад. Дело в том, что в средствах массовой информации центральных говорится о заболеваемости в основном московского региона, где заболеваемость началась на 2-3 недели раньше, чем в регионах России. У нас вспышка сегодня в самом разгаре идет на подъем. И поэтому для того, чтобы ослаблять режим самоизоляции и ограничений, нам необходимо подождать еще минимум 2 недели. Наступают майские праздники. Вот сейчас надо особенно внимательно отнестись к этим вопросам. Лучше 2 недели посидеть дома, подождать и дождаться действительно снижения заболеваемости, чем нам вернуться к началу вспышки. Убедительная просьба остаться в майские праздники и соблюдать все предписываемые санитарной и медицинской службой рекомендации. Спасибо за внимание. В конце выпуска о погоде. 30 апреля в Десногорске пасмурно и дождливо. Температура днем плюс 7, ночью до трех тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok